Силы сопротивления Трение в материале колеблющегося тела, трение между поверхностями скольжения. Рассмотрим случай, когда силы сопротивления среды пропорциональны первой степени скорости. Пусть на материальную точку, отклонённую от положения статического равновесия, кроме сил тяжести P, у трубы R, действует сила сопротивления среды R. В этом случае дифференциальное уравнение движения точки имеет значение. Если обозначить отношение μ к n через 2n, c к n через k в квадрате, то получим уравнение. При интегрировании этого уравнения могут возникнуть три случая. Первый случай, который возникает при n меньше k. В этом случае общее решение дифференциального уравнения имеет вид. Имеет место затухающие колебания. Множитель E в степени минус nt указывает на то, что амплитуда колебаний в течение времени уменьшается. График затухающих колебаний заключён между двумя симметричными относительно оси обсцесс-кривыми выраженными уравнениями. Частота затухающих колебаний k со звёздочкой равна корню квадратному из k в квадрате минус n в квадрате. Период затухающих колебаний k со звёздочкой больше периода свободных колебаний. Отклонение материальных точек от положения статического равновесия, взятые по модулю, выставляют убывающую геометическую прогрессию со знаменателем q, который называют декрементом затухающих колебаний. Натуральный логарифм q — логарифмическим декрементом. Рассмотрим движение тела, способного перемещаться вдоль негладкой горизонтальной плоскости и возвращаемого из положения равновесия кружинами А-В и А-Крин-Б-Крин. При движении тела в горизонтальном направлении вдоль оси ОХ к нему будут приложены реакции пружины F, проекция которой на ось ОХ равна минус CX, и сила трения F трения равная произведению FQ, где F — коэффициент трения, q — нормальная реакция плоскости. Эта сила всегда направлена в противоположную скорость. Дифференциальное уравнение движения имеет вид, где k в квадрате равно отношению CG к Q. Интеграл этого уравнения, удовлетворяющий начальным условием, имеет вид. Максимальные по абсолютной величине последовательные отклонения от положения равновесия X нулевое, X один и так далее, а соответствующие им моменты остановок тела T нулевое, T один и так далее. Каждое последующее отклонение по абсолютной величине на 2SG, деленное на k в квадрате, меньше предыдущего. Промежуток времени между моментами двух остановок по одну сторону от положения равновесия равен периоду колебаний при отсутствии силы трения, то есть 2FG, деленное на k в квадрате за полупередку. Поэтому при некотором N, XN по абсолютной величине должно стать меньше F1G, деленное на k в квадрате, и в соответствующий момент времени TN движение приостановится, так как реакция пружин окажется меньше, чем сила трения покоя. Поэтому рассматриваемые колебания называются останавливающими. Построим график движения и следующих условиях. T равно 2 секунды, X нулевое равно 4,6 сантиметра, F равно 0,05, F1 равно 0,07.